В селе расходы были эффективными и целевыми. Администрации НАО отчитались об исполнении бюджета за 2013 год. Эх, дороги! Сезон латания дыр открыт. Кто ответит за качество дорог? Идет, но с опозданием. Строительство каких объектов здравоохранения обещают завершить до 30 сентября? Окружная администрация отчиталась об исполнении бюджета за 2013 год перед комиссией по бюджету Окружного собрания депутатов. В конце года казну удалось привести к профициту. То есть доходы превысили расходы на 164 миллиона рублей. Однако некоторые расходы вызвали вопросы у депутатов. Подробности в материале Дмитрия Щепанова. Ненецкий округ за прошлый год заработал 13 миллиардов 750 миллионов рублей. Костяк доходной части по-прежнему составляют доходы от Харьягинского месторождения и налог на имущество организации. Расходы по большей части формируют сферы ЖКХ, здравоохранения и социальная поддержка населения. Внушительная часть бюджета, 2,5 миллиарда, отправляется в муниципальные бюджеты. В общей сложности за 2013 год потрачено чуть больше 13,5 миллиардов рублей. Но все ли расходы были эффективными и целевыми? Депутаты заинтересовались судьбой денег нефтяников, поступающих в рамках договоров социально-экономического партнерства. В частности, на новогодний прием губернатора 473 тысячи башен нефтеполис и деньги нефтяной компании «Лукойл» в размере 4 миллиона 13 тысяч, также новогодний прием губернатора. У прокуратуры нет по этой информации каких-нибудь соображений. Соображений у прокуратуры не оказалось. Депутатам предложили обратиться официально и запустить процедуру проверки. Важное уточнение сделала начальник управления финансов Нина Семяшкина. Через бюджет деньги не проходили. Все, что касается суммы, выделяемых бюджетным учреждениям, они напрямую выделяются бюджетным учреждением. Как бы вне бюджета округа. И считаются их средствами. На эти цели, которые определены. И поэтому по исполнению бюджета я не могу сказать по этим средствам ничего, потому что они в бюджет округа не поступают. То есть отследить финансы довольно сложно. А в рамках контроля за окружным бюджетом не получится вовсе. В будущем таких проблем быть не должно, отметил замглава округа Евгений Алексеев. В управлении природных ресурсов поручено разработать этот порядок, с которым будет прописан и цели, и механизм контроля. И в принципе, этот вопрос будет консультироваться. Представитель контрольно-счетной палаты отметил, что деньги на социально-экономическое развитие округа не должны быть потрачены на корпоратив. И рекомендовал ввести отчетность по всем поступлениям нефтяных денег. Однако вопрос с уже потраченными 4,5 миллионами остается открытым. Дмитрий Щепанов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Дороги есть, а ездить невозможно. Летом традиционно начинается дорожный ремонт. В этом году в планах дорожников реконструкция трассы на аэропорт, поселку Искатели и ямочный ремонт городских сетей. Всю работу планируется закончить к началу зимы. О качестве, количестве и сроках реконструкции проезжей части Наринмара в нашем сюжете. Рассказывать жителям города о состоянии Наринмарских дорог не приходится. После схода снега ездить по ним, мягко говоря, неприятно. Выбоины, ямы, колеи и шаткие тротуары. В этом году ремонтом дорог занимаются два предприятия. Доринстрой отвечает за областные и федеральные дороги. Это 4 километра полотна от моста Качгартинской курии до аэропорта и еще столько же от рыбокомбината до факела. Комбинат бытового обслуживания отвечает за городские сети. Доринстрой уже несколько лет латает дороги асфальтом собственного производства. То ли технология укладки, то ли качество материала разрушают мечты автомобилистов о приятных поездках по улицам города. Буквально через пару месяцев на месте заплатки снова зияет дыра. Сразу же возникает вопрос, может ли заказчик ремонта управления ЖКХ города следить за качеством работ. Мы в плане можем рекомендовать, заставить, заставить в плане уведомления, написать предписание. И вот только так. Просто сейчас в этом муниципальном контроле ситуация так сложилась, что люди тоже бывают ходят в отпуск, болеют и так далее. Там сейчас один человек работает и проблема только с этим связана. Комбинат по благоустройству, в отличие от Архангельского Доринстроя, немного обнадежил автовладельцев. Они заказали асфальт для холодной укладки. Его используют при ремонте взлетно-посадочных полос. Однако даже супер-асфальт не сможет повысить качество дорожной сети, если она сильно перегружена. Пропускная способность рассчитана на 8 тысяч автомобилей в сутки. Но фактически эта цифра почти вдвое больше – 14 тысяч. Такая нагрузка на дороги требует улучшенного покрытия и соответствующей ширины проезжей части. Во-первых, необходимо будет то покрытие, которое рассчитано. Его надо будет толщину пересчитывать. Но это все проектные организации делают. И расширять, естественно, дороги, насколько это возможно в наших условиях. Потому что дома у нас очень близко подходят к дорогам. И вот эти так называемые красные линии, они у нас достаточно узкие, не позволяют расширять все дорожное полотно. Широкие проспекты ждать раньше 2016 года не стоит. Реконструкция и расширение дорожной сети пока в перспективе. Одна только разработка ПСД займет минимум 8 месяцев. Так что сейчас вся надежда на пресловутый ямочный ремонт. Валентина Чибичик, Леонид Шишелов и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Строительство большинства объектов здравоохранения в городе и населенных пунктах идет с опозданием. Об этом заявила начальник управления строительства и ЖКХ региона на заседании Собрания депутатов по социальным вопросам. К 30 сентября закончит строительство лабораторно-диагностического и реконструкцию патологоанатомического корпусов. Какие изменения произойдут в окружной больнице в ближайшее время и в чем нуждается медицинский персонал, узнавала Екатерина Гадюшева. Острая нехватка площадей – первая и главная проблема Ненецкой окружной больницы. В приемном отделении дефицит в пространстве испытывают уже давно. Сюда поступают пациенты гинекологического, терапевтического и хирургического отделений. В одном кабинете прием ведут несколько специалистов – от окулиста до гинеколога. Естественно, все эти врачи не могут проводить обследование одновременно, что вынуждает пациентов подолгу сидеть в очереди. В лечебных отделениях площадей также не хватает. В настоящее время в отдельных палатах у нас вместо положенных четырех кроватей стоит по шесть, что опять же создает неудобство для пациентов. Бывают ситуации, когда наши пациенты вынуждены лежать в коридорах, ввиду того, что данный вид медицинской помощи и востребован, но ввиду недостатка площадей мы просто не можем разместить их в палатах. Решение проблем руководство окружной больницы видит в пристройке. По плану она позволит увеличить площадь главного корпуса почти в полтора раза, а именно на 4400 квадратных метров. Проект пока находится в стадии подготовки и обсуждения. Все равно плюс шесть месяцев на проект, это самый оптимистичный прогноз, и два месяца экспертизы, потому что этот проект в любом случае проходит экспертизу. И только после этого возможно начало строительства. Гораздо раньше жители Ненецкого округа смогут оценить другой новострой. Лабораторно-диагностический корпус должны сдать до 30 сентября. Сюда перенесут отделение переливания крови, спортивной медицины, лабораторию и рентгеновское отделение. Кроме того, в новом здании планируют проводить функциональную диагностику. Все это разместят на площади около 5000 квадратных метров. Планируем размещение всех отделений, которые сейчас располагаются в старом здании, в старом корпусе больницы, в котором в дальнейшем планируется снос. Также до 30 сентября закончит ремонт на отделочные работы в патологоанатомическом корпусе больницы. Реконструкция включает капитальный ремонт первого этажа и вентиляционной системы. После модернизации в корпусе появится ритуальный зал. Здесь установят стулья и постамент. Стоимость реконструкции корпуса – почти 2 миллиона рублей. Вопрос с обеспечением детей-сирот жилыми помещениями на территорию округа будет решен. Окружные парламентарии одобрили к принятию в окончательном чтении изменения в соответствующий проект закона. В новой редакции предусмотрено выделение благоустроенных жилых домов или квартир не только по месту жительства детей-сирот, но и в любом населенном пункте округа. Кроме того, окружной бюджет берет обязательства по уплате коммунальных услуг для детей-сирот во время их обучения по очной форме, прохождение воинской службы или лечения. Такой льготой собственники-сироты смогут воспользоваться в случае, если помещение не удастся сдать в аренду. На заседании озвучили информацию об обеспечении бесплатным полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет. В месячный набор продуктов входят каши, сухие молочные смеси и кефир. На реализацию этой меры соцподдержки управлению здравоохранения округа выделено в этом году больше 32 миллионов рублей. Как заверили представители здравоохранения, полноценное бесплатное питание детям в возрасте до 3 лет представляется в полном объеме. Изменили норму, когда раньше обеспечивалось по заключению врача, то есть врач оценивал состояние ребенка, делал заключение, стоит ли выписывать дополнительное питание. Сейчас эта норма исключена и всем детям, вне зависимости от мнения врача, выписывается детское питание. Сейчас прервемся и вот о чем пойдет речь сразу после рекламы. Этнокультурный десант высадился в населенных пунктах округа о творческом пути в материале Константина Канева. Долголетие в массы или пример для молодежи? Как активные пенсионеры проводят свой досуг, расскажем очень скоро. Лайтхаус-кафе – это место вне времени и без напыщенного гламура. Приятные моменты, встречи с друзьями, чудесные новости, вкусная кухня – это мгновения, ради которых мы живем и для которых мы открыли Лайтхаус-кафе. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Территория добрых дел. Проект с одноименным названием реализует Союз женщин России в Неницком округе. Его представители, да и просто жители города, вышли на субботник по высадке цветов возле одного из домов по улице Лениным. Рассаду удалось закупить на средства гранта. Озеленять территорию возле своего дома вышли все любители садово-огороднических работ. Для того, чтобы добавить красок, было приобретено 8 разновидностей цветов, выращенных на тепличном кабинете «Солнышко». Анютины глазки, бархатцы, декоративная капуста и другие. Цветы приобретены за счет гранта, который выявила наша общественная организация Союз женщин России. И вот за счет этого гранта будут высажены цветы около домов, в том числе и нашего дома. То есть вот в рамках как раз этого проекта мы хотим сделать доброе дело, создать красивые газоны около нашего дома. Флористического опыта у жильцов нет, поэтому перед озеленением своего дома они получили наставление от специалистов тепличного комбината. Руководила работами Татьяна Бадьян. Поэтому вот сегодня такое хорошее мероприятие, в котором участвуют и жители, и взрослые, и дети. Светит солнце, значит, я уверена, что у нас все получится. Самое главное – эту красоту сохранить, и чтобы на будущий год уже, может быть, чуть даже раньше началась эта работа. Обязательно, чтобы это стало доброй традицией для всех горожан. Ленина 29 – первый дом, территорию которого украсили цветочные композиции. Субботники по высадке цветов также пройдут около других домов – на улице Ленина, на улицах 60 лет Октября и Первомайской. Александра Бабрякович, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Тундры без границ. В рамках одноименного проекта это еще раз доказали сотрудники этнокультурного центра. Они провели концерты в поселке Нельминос и деревне Андик. В состав группы входят ансамбли родные напевы, шкатулочка, югыцшонды и ненецкая фольклорная группа «Ханептё». Мероприятие посвятили двум юбилейным датам. Усть-Цилемский район, как и ненецкий округ, отмечают в этом году свое 85-летие. Укрепление дружбы между республикой Коми и ненецким округом – основная идея проекта «Тундра без границ». Поэтому для выступлений этнокультурный центр, неизменный организатор программы, подбирал коллективы разных национальностей, чтобы со сцены звучал Коми, русский и ненецкий языки. Первые выступления артисты провели в поселке Великовисочное и Хангурей. Нельминос – третий населенный пункт, где высадился этнокультурный десант. «Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады видеть вас на празднике! Ненецкий край собирает друзей!» Представители эпической культуры округа фольклорная группа «Ханидзио» в переводе с «Ненецкого сова» собирают старинные рассказы, песни и мифы ненецкого народа. Название выбрано не случайно. Совы, птицы неперелетные, родных мест никогда не покидают. Так и участники коллектива своим творчеством сохраняют культуру ненецкого края. «Мы объединились с целью сохранения нашего языка, чтобы со сцены звучал ненецкий язык. Выступаем мы только на ненецком языке». Успехом у зрителей пользуется фольклорный ансамбль «Родные напевы», представляющий уцелемскую культуру. Выступая в этнокультурном десанте, артисты носят свою лепту в укрепление дружбы между народами, проживающими в ненецком округе. «Мне очень понравилось. У нас нечасто такие концерты бывают. Но такие коллективы приехали, которые у нас не только в округе, но и ездят по заграницам». Из Нельминоса артисты отправились в Антик. Чтобы подарить свое творчество большему числу жителей, участники проекта прошли по центральной улице деревни с песнями и хороводами под гармонь. Антик стал финальным пунктом проекта «Тундра без границ». Творческий путь по деревням и поселкам Ненинского округа этнокультурный десант продолжит следующим летом. Константин Канев, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Лагерь активных пенсионеров «ЛАД» открылся в Тельвиске. В социально-культурном центре «Престиж» собрались люди высокого возраста со всего Заполярного района. В программе мастер-классы, выступления, общения и спорт. Организаторы рассчитывают, что участники смены используют полученные знания в своих населенных пунктах. Форум «ЛАД» или «Лагерь активного долголетия» продлится ровно неделю. Критерии отбора участников просты. Главное условие – активность в своем населенном пункте. Желание заниматься общественной деятельностью. Такие люди нашлись в Лабышском, Красном, Оме, Андике, Нерминосе, Коткино, Макарова и в Тельвиске. Организаторам пришлось поработать вдвойне над размещением гостей. Всем приезжающим было предложено два варианта. Либо они расселяются в нашем учреждении культуры, как молодежь, либо мы изыскали возможность устроить их на квартирах у жителей села. Они выбрали общение здесь. В торжественном открытии приняли участие и сами гости со стихами или театральными зарисовками, и творческие коллективы Тельвиски. В том числе и визитная карточка села – ансамбль лошкарей «Ладушки». В программе творческие встречи и выступления, а также мастер-классы на самые разные темы – от обучения скандинавской ходьбе до организации ТСЖ. Форум «Лад» – своего рода работа над ошибками для администрации Заполярного района. Действительно, у нас есть очень насыщенная программа по развитию спорта в районе, по молодежной политике, по культуре, но как-то вот работа с пожилыми людьми не очень в эти программы вписывается. Форум завершится 30 июня. После этого участники разъедутся по своим населенным пунктам с наказом – делиться полученными знаниями с односельчанами и заниматься общественной деятельностью еще активнее. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, Телеканал «Север». Сейчас снова прервемся на короткую рекламу, и вот о чем пойдет речь далее. Восстановить связь с ушедшими поколениями и прикоснуться к истории. Участники патриотической экспедиции «Дорогами дедов» вернулись в Наринмарк. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. ДОНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И самое главное – позволили осуществить давнюю мечту каждого участника – прикоснуться к священным могилам защитников Ненецкой земли. Дорогами дедов – один из востребованных проектов Ассоциации СВИ. Уже во второй раз он помогает представителям ненецкого народа восстановить связь с ушедшими поколениями. В год 70-летия освобождения Заполярия внуки воинов-ненцев, похороненных в Мурманской области, получили уникальную возможность посетить могилы родственников. Мы прошлись по боевым местам наших земляков, сходили на могилу моего дедушки, там сложили венок. А мне сообщили из этого сельского совета, что он проходит к нам как бы дедушкой, к родственникам через папу, через маму там как-то идёт родственников. И вот решили, чтобы мы собрались, кто-нибудь из родственников, и съездили туда на могилу. Памятник Алёше героям Заполярия – мемориальный комплекс «Долина Славы». Мурманск – один из тех городов, где помнят каждого воина. Среди них немало ненцев, пришедших на Кольский полуостров в составе оленотранспортных батальонов. Участники экспедиции успели посетить только часть захоронений. У каждой братской могилы возложили венок и почтили память минутой молчания. Также ясавеевцам посчастливилось побывать и в поисковом лагере, который занимается раскопками захоронений. Это вообще наша история, ведь со всеми нами связанная. И если бы не наши предки, то и нас, наверное, не было. Экспедиция и приняла участие в торжественном открытии памятника. Церемонию приурочили к 70-летию с момента разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. Валентина Чипичик, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Образцовый ансамбль лошкарей «Ладушки» примет участие во втором международном фестивале-конкурсе «Брависсимо». Он пройдет в испанской Барселоне. Туда артисты будут добираться долгим путем, практически через всю Европу. Из Санкт-Петербурга в Брест, а затем через Польшу, Германию, Францию и Испанию. Приглашение на фестиваль-конкурс в Барселоне лошкари получили в прошлом году, во время поездки в Болгарию. По словам руководителя коллектива Галины Дуркиной, в составе группы «Десять человек» и солистка вокального ансамбля «Соловейка» Виктория Вокуева. Наши артисты примут участие в двух номинациях «Инструментальное творчество» и «Вокальное творчество». Для поездки в Барселону уже подготовили концертные номера, в том числе визитную карточку.